Всем привет, сталкеры! С вами я, сталкер-баннерщик. Нахожусь я в аномальной зоне сталкера онлайна. Как вы видите, у меня новая экипировка. Экипировку бомж я решил сменить на более крутую экипировку. Сейчас это уже не экипировка бомж. Хоть у меня за спиной лежит, вернее висит рюкзак, колобок, на мне одета куртка партизан за три ляма, так что это уже кое-что. Штаны партизан, бронежилет сухарь, он подходит к этой экипировке просто идеально. Как вы видите, я нашил нашивку в своей группировке, купил шапку, и теперь я прям вот настоящий следователь зоны. Но все не просто так. Я принял в свою группировку одного человека, и сейчас я вам его покажу. Пойдемте. Пройдем. Вот, смотрите, сидит, продается оружие. Видите? Теперь он тоже в моей группировке. Смотрите, у нее эмблема моей группировки. Элита империи. Вот. Теперь у меня есть свой торговец. Мне он продает подешевше, конечно. Где-то 50% у меня скидки делает. Ну а что? Он теперь в моем клане, так сказать. В моей группировке. Поэтому мы с ним дружим. Нормалек. Этот пока еще не захотел ко мне вступать, только вот одного я принял. Продавца оружия. Так что, патроны я теперь беру дешевле. Так, ну что, посмотрим, как тут по защите. По защите партизан очень даже неплохая телогрейка. Я купил ее нулевую. Нули раз реманная, 100%. Рукопашка 40%. Ну, все остальное, конечно, 7, 7, 6, 20 обморожения. Не так уж круто, конечно, но это всего лишь куртка. Плюс бронежилет сухарь. Кстати, очень неплохой броник. Рукопашка 40%, огнестрел 40%, взрыв 30%. Вернее, огнестрел 30%, взрыв 30%. Электрическая 20%, но все остальное по десятке. Очень даже неплохой бронежилет. Я раньше в нем бегал, но потом что-то перестал. А сейчас вот опять купил. Шапка, кстати. Шапка тоже неплохо защищает. Рукопашка 50%, электрическая 10%, обморожение 20%, биологическая 20%. Очень и очень даже неплохо. Ну, перчатки у меня остались те же. И граффити, как обычные. Штаны партизан. Ну да, партизанцы ракет. Рукопашка 20%. Огнестрел, взрыв 20%. Электрическая 10%, инфракрасная 20%. Ну, в общем, в основном все по 20-нику у него идет. Штаны тоже, да, неплохие. И внешний вид у меня теперь такой. И чтобы не выделяться, я уж решил себе. Колобок одеть. Колобок прям идеально подходит. И вот я теперь такой местный продвинутый чувак. Уже не бомж. Все-таки телогрейка за 3 ляма. Нормальная цена. Ну, вот такая экипировка мне нравится. Прям неплохо. Так, 3 ляма. Как у меня появилась 3 ляма? Я продал все-таки шлем Вороний лес. За 2,5 ляма. Продал свою крашеную броню бандосов. Которая была с эмблемой. Ее купили за 800 тысяч. Ну, и остальное тоже по мелочи продал. В общем, так вот деньги набежали. Хотел купить 2 лапы паукана, но передумал. Потому что как-то по квесту надо 3. Когда я соберу на третью лапу, я не знаю. А 2 лапы будут просто валяться. Поэтому я решил экипироваться по-новому. А лапы в следующий раз купить. Так, неплохо, да? Нас теперь двое в группировке, в общем. Ремонтник не хочет к нам вступать. Ну да, очень интересно. Я, конечно, не знаю, что это такое. Может быть, это всего лишь баг. Может быть, нет. Но продавец оружия сидит в такой же броне, что и у меня. И, соответственно, он теперь в моей команде. Я вообще, я когда его увидел, вообще офигел. Думаю, что за фигня? Потом пригляделся, думаю, о! Это же я. Но только не лысый. Да, вот такие пироги. Я не знаю, что это, глюк или так и должно быть, или так вот получилось. Не знаю даже. Но интересная, интересная фишка. Так, ну вот, как вы видите, я подхожу уже почти к самому Любичу. И здесь вот такая небольшая стоянка сталкеров. Я так подумал, а почему бы нет? И принял их тоже в свою группировку. Смотрите. Теперь местный. Тоже у меня в группировке состоит. Вот, элита империи. Видите? Потом вот этот сталкер, Яшка, тоже вступил в мою группировку. Я ему тоже нашил такую нашивку. Ну и, конечно, еще этот местный вступил тоже в мою группировку и тоже вот получил от меня нашивку. Другой местный не захотел вступать. О, если я сейчас сниму, к примеру, я вот так не могу, конечно, руками махать. Он бухой, потому что. Так, а давай-ка сделаем. Так, снимем в рюкзак. Мак в рюкзак. И снимем сухарь в рюкзак. Во, мы два брата-акробат. Я, правда, так не могу мотаться из стороны в сторону. Это бухнуть надо. Ну, а так я, в принципе, на нее похож. Ха-ха. Так, ладно. Экипируемся. Обратно. Теперь у меня уже сколько народу в группировке? Целых пять человек. Продавец патронов. Потом местный. Потом яшка. Нет, четверо, четверо, да. И вот еще один местный. Так, ну что, пойдем дальше вербовать народ? Ну да, я так думаю, нужно сходить на вокзал. Там по-любому есть сталкеры, которые захотят вступить в мою группировку. Так, ну вот, я на вокзале. Посмотрим, может быть, местных бомжей тоже подтянем в свою группировку. Посмотрим, кто вступит. Так, ну вот, начнем с кузнеца. Кузнец уже вступил к нам. Смотрите. Он тоже в группировке элиты империи. Вот он то вступает, то отступает. Вот если вот так подойти, то он вступает. А если чуть подальше, то отступает. Ну вот, в общем, он в группировке у меня. Ну все, с кузнецом мы теперь, можно сказать, коллеги. Так, посмотрим, что тут. Этот местный не хочет вступать пока. Так, эти бомжи местные тоже не хотят. Ну, только кузнец. Ну ничего, кузнец-кекс нормальный. И с ним у нас уже будет пять человек. Так, пойду-ка зайду на вокзал. Может быть, Коля Кислый вступит? Давай-ка посмотрю, почему бы и нет. Да, Коля Кислый тоже в нашей группировке. Отлично. Вот, смотрите, элита империи у него нашита. Блин, я разорюсь на этих нашивках. Всем нашивать. Ну да ладно. Колю Кислого можно принять. Ну все, отлично. У нас шесть человек. Пойду-ка я еще сбегаю к продавцам. Может быть, кто-то там из них захочет вступить. Да, вот продавец оружия. Тоже вступил в нашу группировку. Ха-ха. Отлично. У него тоже нашивка есть. Это уже нас семеро. Семеро человек. Офигеть. Ну, для начала хватит. В принципе, все НПСники окрестностей Любича и самого Любича за меня. Так что нормально. Миша не хочет присоединиться. Неплохо. На данном этапе прием группировку я закрываю. Мне хватит НПСников. Ну а дальше посмотрим. Так, Печкин. Нет, Печкин не захочет. Кто тут еще? Темыч. Темыч тоже. Ладно. На этом все, сталкеры. Всем до встречи. Всем пока. Всем пока.